В августе 2011 Украина отмечала 20-летие своей независимости. Молодое государство праздновало этот день пышно и торжественно. Но неумолимо возникал вопрос, отчего Украина обрела независимость значительно позже многих своих соседей. Есть ли у нас столько сил, есть ли у нас столько рук, чтобы направить их на эту тяжелую работу? Записал летом 17-го в дневнике Владимир Кирилл Чвениченко, первый руководитель Украины, пытавшийся стать самостоятельным государством. Сердце сжимается от тревоги, печали и страха. А что, если не поднимем? Не сможем взять того, что судьба так неожиданно, фантастически бросила нам под ноги. История Украины, как говорил один киевский историк, нужно читать с бромом. Настолько она драматическая, втерешающая. После революционных годов нигде так власть часто не менялась, как в Киеве. Центральная Рада, большевики, опять Рада, Гетман, директория, снова большевики. То немецкая армия приходит, то польская, то добровольческая. И каждый раз смена власти сопровождалась грабежами, расстрелами, погромами. И продолжалось это в течение четырех лет, писал знаменитый киевлянин Михаил Афанасьевич Булгаков. Что за это время происходило в знаменитом городе, никакому описанию не поддается. Будто уэлсовская атомистическая бомба лопнула под могилами Аскольда и Дира. И в течение тысячи дней гремела и клокотала, и полыхала пламенем не только в самом Киеве. Окончание Первой мировой войны стало счастливым моментом в исторической судьбе многих народов Центральной и Восточной Европы. Они обрели собственные государства. Такая же попытка украинцев не увенчалась успехом. Более того, украинский народ остался разделенным. Восточная часть Украины вошла в Советский Союз, западная оказалась под властью Польши. Что помешало? Соседние страны, спешившие поделить территорию Украины, которая могла бы стать крупным и заметным европейским государством? Или самим украинцам не хватило воли и желания? А может быть, лидеров? Отречение Николая Второго от трона пробудило большие надежды среди национально мыслящих украинцев. Открылся редчайший шанс стать самостоятельными. Они обрели свободу говорить и действовать, и спешили ею воспользоваться. Конгресс украинских националистов заявил, борьбу за независимое украинское государство, украинский национализм осуществляет под лозунгом «Украина – это общее богатство всех ее граждан» и призывает к этой борьбе все национальные меньшинства, проживающие на Украине. Нет народов худших или лучших. Есть такие, которые уже достигли высокого уровня развития, и такие, которые стремятся к нему. Мы спрашиваем, чем язык Шевченко хуже языка Ленина. Через месяц после февральской революции, 3 марта 1917, в Киеве появилась собственная власть. Центральная рада, которая объединила социалистические партии, общественные и культурные организации. Заседала она вот в этом здании и постепенно превратилась в парламент самостоятельной Украины. В июне 1917-го Центральная рада выпустила первый универсал, то есть акт конституционного значения. К украинскому народу на Украине и вне Украины сущему. Рада декларировала национально-территориальную автономию Украины, но не отделяясь от всей России, не разрывая отношений с государством российским. Центральная рада образовала генеральный секретарь от правительства Украины под председательством Владимира Винниченко. Он сразу перебрался в особняк царского генерал-губернатора. Этого дома больше нет, он сгорел в 1920 году. Владимир Винниченко – один из основателей Украинской социал-демократической рабочей партии. Впрочем, в России его больше знали как популярного в те годы прозаика и драматурга. Выходец из бедной крестьянской семьи, он учился на юридическом факультете Киевского университета и был исключен за пропаганду революционных идей. Попал в тюрьму, из которой бежал. Винниченко стал одним из руководителей подпольной революционной украинской партии. Пьесы Винниченко активно ставились на русской сцене. Каждый год премьера. Он писал в жанре психологической мелодрамы. Другой руководитель Украины Никита Сергеевич Хрущев, не самый начитанный человек, часто вспоминал маленькую повесть Винниченко «Талисман». О скромном и боязливом от природы человеке, который, исполняя свой долг, идет на верную смерть. Владимир Винниченко делил украинцев на малороссов. Они полностью русифицировались. Хохлов, знают язык, но не более того. И сознательных украинцев, которые не пропали для общенационального дела и готовы за него сражаться. Началом революции в Киеве считается всеукраинский национальный конгресс, собравшийся в этом здании в апреле 1917 года. События развиваются стремительно. Все так быстро происходит. В Киеве постоянные споры. Какой быть Украине? Стать полностью независимой или остаться в составе России? Позиция Центральной Рады остается умеренной. Украина образует федерацию с новой Россией. Винниченко оставался искренним сторонником единения с Россией. Полагал, что Украина не готова стать самостоятельным государством. В Киев приехала делегация Временного правительства во главе с председателем Александром Федоровичем Керенским. Договорились о разграничении полномочий Петрограда и Киева. Для Киева это было чрезвычайно важно. Это признание новой украинской власти. Радикально настроенные политики давили на Раду и на Винниченко. Говорили, берите власть в свои руки, будьте твердыми, жесткими, становитесь настоящим правительством. Но вот что важно понимать. Лозунг независимости, национальные идеи вдохновляли в основном городскую интеллигенцию, мелкую буржуазию, студентов, гимназистов, не самый многочисленный социальный слой. Остальные, скорее, пассивно наблюдали за происходящим. В конце июля 1917 года в Петроград отправилась украинская делегация во главе с Винниченко утверждать состав правительства, генерального секретариата. Но власть самого Временного правительства рушилась на глазах. А в Киеве росло стремление к полной самостоятельности. Провозгласили курс на украинизацию армии, объединение всех украинских земель, создание народной милиции и созыв Украинского учредительного собрания, которое примет окончательное решение о судьбе страны. Стоит в центре Киева памятник героям Великой Октябрьской социалистической революции, павшим в боях. В реальности повторить успех петроградских большевиков киевским не удалось. Верховной властью на Украине провозгласила себя Центральная Рада. Третий универсал декларировал образование Украинской Народной Республики. Во имя создания порядка в нашем крае, во имя спасения всей России оповещаем. Отныне Украина становится Украинской Народной Республикой. Не отделяясь от Республики Российской и сберегая единство ее, мы твердо станем на нашей земле, чтобы силами нашими помочь всей России, чтобы вся Республика Российская стала Федерацией равных и свободных народов. Говорили о Федерации. В реальности же будущая Российская Республика рисовалась как конфедерация свободных народов, то есть объединение независимых государств, потому что большинство киевских политиков, конечно же, желало полной самостоятельности. Самостейники, националисты были немногочисленные, но очень активные. Они требовали от украинского народа соблюдать заповеди национальной жизни. Все люди – братья, но москали, поляки и евреи – враги нашего народа. Украина для украинцев. Гони с Украины чужеземцев-угнетателей. Не бери себе в жены женщин из других народов, потому что твои дети будут тебе врагами. Не дружи с врагами нашего народа. Центральная Рада требовала от советской власти признать независимость Украины. Большевикам, которые провозгласили лозунг самоопределения народов, возразить было нечего, отпускать Украину не хотелось. Нашли выход. Признали Украинскую Народную Республику, но не признали полномочия Центральной Рады. Новому государству нужны были свои вооруженные силы. Киев затеял украинизацию армии. Симон Петлюра требовал вырвать всех солдат-украинцев из рук русского командования. Солдат-украинцев призвали вернуться на родину, чтобы из них сформировать национальные полки. Украинцам-военнослужащим Петроградского гарнизона советская власть позволила с оружием в руках вернуться в Киев. Центральная Рада пропускала через свою территорию пробиравшиеся на дон офицерские отряды будущей добровольческой армии, но не позволяла большевистским войскам их преследовать. В Петрограде сочли это поводом для разрыва отношений. 3 декабря 1917-го Совнарком потребовал от Киева прекратить дезорганизацию фронта, не разоружать части Красной Гвардии и помочь в борьбе с контрреволюцией. Если киевское правительство в течение 48 часов не ответит согласием, говорилось в заявлении, Совнарком будет считать Центральную Раду, находящуюся в состоянии открытой войны против советской власти в России и на Украине. Украинские большевики из Киева, где власть принадлежала Центральной Раде, перебрались в Харьков. Туда же прибыл народный комиссар по военным делам Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, тот самый, который взял Смольный и арестовал Временное правительство. Его назначили командующим советскими войсками по борьбе с контрреволюцией на юге страны. Он должен был помешать Украине отделиться. 13 декабря в Харькове первый всеукраинский съезд советов провозгласил Украинскую Советскую Республику. Назвал ее федеративной частью России и образовал свое правительство. Москва обещала украинским большевикам братскую помощь. Многие в ту пору недоумевали, что это за украинское правительство, члены которого не знают украинского языка и знать не хотят. 4 января 1918 года Харьков объявил войну Киеву. Ответом стал 4-й универсал Центральной Рады, принятый в ночь на 12 января. Отныне Украинская Народная Республика становится самостоятельной, независимой, вольной, суверенной державой украинского народа. Народная украинская держава должна быть очищена от направленных из Петрограда наемных захватчиков. Одна Украина пошла войной на другую. 15 января 1918 года Петлюра приехал на трамвае в юнкерскую школу. «Будущее свободной Украины в ваших руках», – говорил он юнкерам. «Если большевики вступят в Киев, они убьют ваших родных и близких, превратят вас в рабов и людей второго сорта. На фронте сейчас нет сил, чтобы остановить Красную Орду. Я верю, что только молодые львы с криком «Слава Украине!» пойдут на пулеметы, смогут изменить ход всей истории. Я не приказываю, а призываю вас, юнкера, стать добровольцами моей армии. Свобода или смерть? Родина или смерть?» Это была, наверное, лучшая речь Петлюра. Восторженные юноши попросились на фронт. Им приказали остановить Красных. 29 января 1918 года здесь, на станции Круты, на дальних подступах к Киеву, произошел первый бой между наступавшими частями Красной Армии и защитниками Центральной Рады. Это были юнкера украинской военной школы, студенты, гимназисты. Этот бой стал одним из символов борьбы Украины за национальную независимость. Ежегодно в республике проходит День памяти героев Крут. Появление самостоятельной Украины изменило ситуации в Европе, где еще шла мировая война. Обрадовались державы Четверного Союза – Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция. Они терпели поражение и откликнулись на предложение советского правительства заключить мир. Переговоры шли в Брест-Литовске, где располагалась ставка командующего Германским Восточным фронтом. В Брест отправилась и украинская делегация. Премьер-министр Украинской Народной Республики Всеволод Александрович Голубович, инженер по образованию и СССР по политическим взглядам, 10 января 1918-го заявил о решении принять участие в мирных переговорах. Державы Четверного Союза согласились. Вот тогда самостоятельная Украина стала политической реальностью. А вот тут-то российской делегации стало ясно, что появилась Украина как самостоятельное государство. Потому что в Киеве решили самостоятельно подписать договор с немцами, австрияками, болгарами и турками, поскольку это означало признание самостоятельности Украины. А немцы и австрияки ухватились за эту возможность, потому что думали о том, сколько сырья и продовольствия они могут получить с Украины в обмен на этот договор. В Москве пытались этому помешать. Единственная возможность – свергнуть правительство в Киеве. А за город уже шли бои. Оказалось, что некому защищать Раду. Отчего Центральная Рада так быстро утратила поддержку в стране? Историки сравнивают Раду с временным правительством. Поначалу на Украине социальный протест слился с национальным движением. Но потом миллионные массы отхлынули от Рады с такой же легкостью, с какой в России от Раисан Федоровича Керенского. Среди жителей Киева в 1917 году у украинцев было всего 20%. Остальные – русские, поляки и евреи. В восточной части Украины, например, в Харькове, русских было еще больше. Так что в городах на стороне Рады был только немногочисленный слой националистов. А деревня ее не поддержала. Катастрофическая нехватка продовольствия толкала город к ограблению деревни. Экономические рычаги уже не действовали. При Раде начались реквизиции продовольствия. Село не желало отдавать хлеб, бралось за оружие. В результате крестьянство, становой хребет Украинской Народной Республики, выступило против республики. Центральная Рада потеряла все, не сумев вовремя дать крестьянам то, чего они требовали. А крестьяне хотели, чтобы закон подтвердил их право на ту землю, которую они уже отняли у помещиков и других богатых землевладельцев. Только в последний день января 18-го Рада наконец приняла закон о социализации земли без выкупа, в надежде привлечь симпатии крестьян. Но было поздно. В Киеве уже полыхало восстание против Рады. В честь этого восстания потом памятник воздвигнут. А что касается украинского крестьянства, то оно осталось равнодушным к этой войне. Или уж скорее ожидало прихода большевиков, потому что они уж точно обещали раздать землю. 8 февраля 1918 года австрийцы предупредили главу российской делегации Наркома по иностранным делам Льва Давидовича Троцкого, что вот-вот подпишут мир с Украиной. Троцкий телеграфировал Ленину. Договор с Радой готов. Подписание его можно ожидать с часу на час. Только точные и проверенные данные, что Киев в руках советской власти могли бы помешать этому. Подписание договора обеспечит центральным державам возможность постоянного вмешательства в судьбы Украины. Но большевики не успели. В ночь на 9 февраля 1918 года Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария подписали с Украиной мирный договор, после чего немецкие войска вступили на территорию Украины. Это первый мир, который приходит в этой мировой войне. Такие слова звучали в тот день здесь, в Берлине. Германия и ее союзники обретали дополнительный шанс на успешное продолжение мировой войны. Переброска боеспособных частей с Восточного фронта на Западный позволяла успешно противостоять наступающим войскам Антанты. Мир с Украиной немцы и австрийцы называли хлебным миром. Нечаянная радость, тяжелую военную пору. Секретным соглашением правительство Украины обещало поставить Германии и Австро-Венгрии около миллиона тонн зерна и полмиллиона тонн мяса. А Украина по условиям Брестского мира получила территории, на которые претендовали и поляки, Холмщину и Подляшья. Австро-Венгерская империя обещала предоставить широкую автономию украинцам в Галиции и Буковине. Но власть самой Центральной Рады висела на волоске. Рада никем не воспринималась как серьезная сила. Взятием Киева командовал бывший подполковник Михаил Артемьевич Муравьев, начальник штаба по борьбе с контрреволюцией на юге России. Он докладывал Ленину. «Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам. Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении трех суток пылал ярким пламенем. Просили перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Мы могли остановить гнев вместе, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг – быть беспощадными». Михаил Афанасьевич Булгаков описал это лучше всех. Войска Антонова-Овсеенко взяли Киев, но ненадолго. Центральная Рада, оказавшаяся в отчаянном положении, 12 февраля обратилась за помощью к немцам. Казалось бы, удачный ход. Но тактический выигрыш обернулся стратегическим поражением. Украинская национальная власть сама приводит на Украину чужеземную армию. «Немцы производят большое впечатление своей организованностью, высокой дисциплиной», – записал в дневнике, находившийся в Полтаве, академик Владимир Иванович Вернадский. «Держит себя корректно, но как господа. Украинцы играют печальную роль марионеток, приведших в свою страну иноземцев-поработителей». «Немцы», – вспоминал очевидец, – «начали с того, что нарядили 40 баб, которым было велено горячей водой и мылом вымыть киевский вокзал». Об этом анекдоте много говорили, но, тем не менее, это чистая правда. Правда и то, что на моей памяти ни до, ни после никто не подумал вымыть наш вокзал. 12 февраля Центральная Рада обратилась к немцам за помощью. Здесь, в Берлине, согласились оказать военную помощь. Германская армия победным маршем двинулась по Украине. Это привело к серьезным последствиям. 2 марта войскам Антона Вовсеенко пришлось покинуть Киев. Туда вошли петлюровцы. Ну и Центральная Рада продержала столицу Украины всего месяц. Немецкие войска победным маршем двигались по Украине. Центральная Рада с помощью немцев вернулась в Киев. Фактически же это было равнозначно оккупации Украины. Войскам Антона Вовсеенко пришлось отступить. 4 мая 1918-го Антонов Вовсеенко доложил в Совнарком, что слагает себя полномочия верховного главнокомандующего, поскольку советские войска покинули территорию Украины и должны быть разоружены в соответствии с положениями Брестского мира. Москва не хотела злить немцев и давать им повод вторгнуться на территорию России. Немцы вписали это требование в текст Брестского мира. Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами Четверного Союза. Территория Украины незамедлительно очищается от русских войск и русской Красной Гвардии. 22 мая 1918-го года в Киев прибыла российская делегация во главе с видным большевиком Христианом Раковским. Переговоры велись на русском и украинском языках через переводчиков. 12 июня подписали мирный договор. Россия признала независимость Украины. Договорились об обмене гражданами. Украинцы могли перебираться на Украину, русские в Россию. В Москве и Петрограде открылись Генеральные консульства Украины. Но и Рада продержалась всего месяц. Она окончательно утратила поддержку, потому что привела на Украину чужеземные войска. И немцы были недовольны. Рада не дала всего обещанного продовольствия. Офицеры германского штаба оккупационных войск, которые заняли этот чудесный киевский квартал, презрительно именовали Украину опереточным государством, а саму Раду – бандой социалистов. Наступало время Гетмана Скоропадского. В мае 1917-го в Полтавской губернии образовалась Хлеборобская демократическая партия, объединившая помещиков и зажиточных крестьян. На Украине, в отличие от России, они были влиятельной силой. Хлеборобы искали политического лидера. 29 апреля 1918 года к 11 часам утра сюда приехали делегаты всеукраинского съезда хлеборобов. Все ораторы как один критиковали аграрную политику Рады за социалистические эксперименты. А к 3 часам сюда приехал Павел Петрович Скоропадский. Его встретили аплодисментами и провозгласили Гетманом. Гетману Скоропадскому было 45 лет. Обладатель крупных поместьй в Черниговской и Полтавской губерниях Павел Петрович Скоропадский окончил Пажевский корпус и служил в Лейбгвардии конном полку. В Первую мировую командовал 34-м армейским корпусом. В 1916 году получил погоны генерал-лейтенанта. Павел Петрович не хотел оставаться в стороне от большой политики. В октябре 1917-го его избрали почетным атаманом украинского вольного казачества. Это что-то вроде добровольной военизированной милиции, которая занималась наведением порядка и борьбой с бандитизмом. Съезд Хлеборобов постановил. Для спасения страны нам необходима сильная власть. Нам необходим диктатор, согласно старинным обычаям, Гетману. Председательствующий объявил. Слово предоставляется ясновельможному пану Гетману Скоропадскому. «Господа, искренне благодарю вас за предложенную власть», сказал Скоропадский. «Не для собственной выгоды беру ее на себя, а для прекращения анархии принимаю эту власть от вас. На вас и на благородные слои населения я буду опираться. Молю Бога, чтобы он помог мне спасти Украину от крови и гибели, перед которой она стоит». Власть сменилась всего за несколько часов. Делегаты Хлеборобского съезда приехали сюда, к Софийскому собору, и прямо на площади епископ Никодим помолился за Гетмана Павла. А тем временем небольшой отряд, человек сто, захватил в городе все важнейшие здания – Государственный банк, Телеграф и военное министерство. Охрана Центральной Рады, как отобыкновенно случается во время государственных переворотов, дезертировала первой. Депутаты разошлись. В здании остался только отряд сечевых стрельцов, прибывших из Галицы. Но в 8 часов вечера командир стрельцов полковник Коновалец тоже перешел на сторону Гетмана. С благословения немецких властей Скоропадский декларировал образование украинской державы. Евгений Евген Михалыч Коновалец, сын школьного учителя, поступил на юридический факультет Львовского университета, но был исключен. В 1914 году он вступил в Австро-Венгерскую армию, воевал против России. В 1915 году поручик Коновалец попал в русский плен. В январе 1918 возглавил курень сечевых стрельцов, сформированный из западных украинцев, бывших солдат Австро-Венгерской армии. Звание полковника Коновалец присвоил себе сам. Уже в эмиграции в 1929 году он создаст организацию украинских националистов ОУН. 2 июня 1918 Германия признала Украину, а 24 июля ратифицировал мирный договор. На дебатах в Рейхстаге только левые социал-демократы выразили сомнение в законности признания Украины. Остальные отвечали им, что вашими теориями народ немецкий не накормишь. Благоразумнее ввозить с Украины зерной кормли скота, благоразумнее признать независимость Украины. О Скоропадском принято говорить пренебрежительно иронически. Но это несправедливо. Правительство он сформировал из профессионалов, без этнических предпочтений. На заседаниях министры говорили исключительно по-русски. И представители украинских националистических партий даже приходили к Гетману жаловаться. Почему среди министров нет настоящих украинцев? Одни обвиняли Гетмана в нехватке украинскости, другие называли его режим авторитарно-бюрократическим. Он выражал интересы зажиточных крестьян, помещиков, промышленной, финансовой и интеллектуальной элиты. Украина в те месяцы стала землей обетованной. Кто мог, бежал от советской власти. Прежде всего устремились в Киев, потому что здесь, благодаря Гетману, установилась жизнь, близкая к нормальной. «Я не буду описывать ни тех впечатлений, ни того настроения, которое охватило меня при путешествии по Украине», вспоминал один из бежавших. А не всякому понятно, кто побывал под режимом большевиков и вырвался из этого сумасшедшего дома. Киев по контрасту с городами Савдепии производил самое благоприятное впечатление. Нормальный уклад жизни, торговля, обилие продовольствия, правовые отношения. Все это было целительным бальзамом для измученных физически и нравственно беженцев. По приглашению правительства Скоропадского в Киев переехал выдающийся ученый Владимир Иванович Вернацкий, чтобы способствовать созданию Академии наук Украины и духовного возрождения республики. Академия была создана, и Вернацкого избрали ее первым президентом. При Гетмане Скоропадском открылись в Государственный театр Национальная галерея Национальный музей. Павел Петрович Скоропадский видел себя крупным государственным деятелем. Он предложил создать федерацию, в которую помимо Украины вошли бы Дон, Кубань, Терек, Астрахань, Крым и Бессарабия. При Скоропадском в Киеве рассчитывали на то, что Германии нужна сильная Украина, как противовес и России, и Польше. Мечтали о тесном экономическом сотрудничестве. Промышленная база Германии и сельское хозяйство Украины дополнят друг друга. Но ожидания не оправдались. Украинская революция превратилась в погром деревни. Погром социальной, экономической, культурной. Крестьяне разграбили самые продуктивные хозяйства. Помещичьи, частновладельческие. Разрушили самый эффективный сектор производства. Рентабельные хозяйства с высокой агрокультурой. Сельскохозяйственные машины крестьяне не поделили между собой, а просто разломали. В Берлин приехал глава украинского правительства Фёдор Андреевич Лизагуб, в прошлом известный земский деятель. Договорились о расширении взаимной торговли и о предоставлении Германии кредита. Но украинское государство даже не имело бюджета. Печатный станок работал с полной нагрузкой. Результатом стала сильнейшая инфляция и невероятный рост цен. Революция на селе не привела к социальному миру и равенству, а связала всех круговой порукой совершенного преступления. Одни злились на других, что те успели награбить больше. Когда растаскивали помещичьи хозяйства, выиграли богатые крестьяне. У них были лошади и подводы, чтобы вывозить чужое добро. В сентябре 1918-го Павел Петрович Скоропадский провёл в Берлине почти две недели. Ему устроили торжественную встречу. Его принял кайзер Вильгельм, имперский канцлер. Ему показали военные заводы Крупа. В Килле он вышел в море на подводной лодке, объехал на миноносце флот. Словом, ему демонстрировали военную мощь Рейха. Раскололось само украинское крестьянство. Настоящие войны заполыхали на улицах сёл и деревень между богатыми и бедными, своими и чужими, старожилами и переселенцами. Производительные возможности деревни резко снизились. Украина не выполняла свои обязательства перед Берлином и Веной. Но кайзер Вильгельм II заверил Гетмана Скоропадского, что Германия непоколебимо поддерживает независимость Украины. В последний год войны немцев так плохо кормили, что они почти что голодали. Поэтому немцев, как и австрийцев, интересовало только одно, что есть на Украине и сколько оттуда продовольствия можно вывезти. Но Украина не очень-то подчинялась Киеву. Правительство Скоропадского пыталось восстановить законный порядок и вернуть владельцам земли, захваченные крестьянами. В результате при Гетмане произошло еще большее отчуждение крестьян от власти. Возникла ностальгия по большевикам, которые сами призывали делить помещичьи земли, грабить награбленные. Скоропадский был сторонником Столыпинской аграрной реформы. Считал, что будущее за небольшими, но высокопродуктивными хозяйствами. И он вернул частную собственность на землю, отмененную Центральной Радой. Это возмутило крестьян. Немцев привела на Украину Рада, выдав им вексель на украинский хлеб. А платить по векселю пришлось Скоропадскому. Когда оккупационные войска стали отбирать хлеб, то Скоропадский и вовсе превратился во врага. Крестьяне сопротивлялись гетманской политике, считая, что он служит Германией. Хуже складывались отношения с Австро-Венгрией, которая подписала мир с Украиной только под давлением голода ради хлеба. Вене угрожали. Если Украина не выполнит свои обязательства, Брестский мир будет аннулирован. Австрия получила меньше, чем рассчитывала, но без украинского зерна и вовсе не дотянула бы до нового рожая. Восстание против немцев и против Гетмана возглавили Владимир Венеченко и Симон Петлюра. Вспыхнула настоящая партизанская война. По подсчетам начальника штаба оккупационных войск генерала Вильгельма Гренера, немецкие войска в этих стычках потеряли 30 тысяч убитыми и раненными. 30 июля 1918 года генерал-фельдмаршал Герман фон Эйхгорн, командующий группой армии Киев, был убит. Это сделала группа, которой руководили левые эсеры Борис Дмитриевич Донской и Ирина Константиновна Каховская. Всех причастных к теракту немецкий военно-полевой суд приговорил к повешению. Но среди террористов была одна женщина, Ирина Константиновна Каховская. Ей смертный приговор должен был утвердить сам Кайзер. Пока ждали ответа отсюда из Берлина, Ирина Каховская бежала из Лукьяновской тюрьмы. Власть последнего Гетмана, Павла Петровича Скоропадского на Украине, оказалась недолгой, о чем очень многие потом горько пожалеют. Точку в карьере Гетмана Скоропадского поставили Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Точнее, революция, внезапно разразившаяся в Германии. Она же перечеркнула и надежды национально мыслящих украинцев обрести собственное государство. Сам Скоропадский вспоминал, когда он в ноябре 1918 года получил от украинского посла в Берлине Теодора Рудольфовича Штейнгеля сообщение о революции, то понял, что это последний день моего гетманства. Бывший гетман уехал в Германию, а гетманских офицеров схватили войска Петлюра. Их ждал расстрел, а спасли их немцы. Это был прощальный подарок кайзеровской армии. Когда немцы возвращались на родину, то взяли с собой всех украинских офицеров, которые пожелали переехать в Германию. Желающих оказалось немало. После Скоропадского власть в Киеве взяла директория из пяти человек. Это придумал Владимир Винниченко, увлекавшийся историей французской революции. Директория провозгласила восстановление Украинской Народной Республики. Обещала стремиться к республиканским и социалистическим идеалам. Но, как вспоминал один из членов директории, в городе царила атмосфера безвластия и вечного страха перед большевиками, что со всех сторон все ближе подходили к Киеву. Председателем директории, состав которой вошел и Симон Петлюра, стал Владимир Винниченко. Но в январе 19-го директория объявила войну Советской России. Винниченко категорически с этим не согласился, ушел в отставку и уехал из страны. Он считал дело создания независимого украинского государства проигранным. «Теперь мы не имеем ни доверия, ни порыва, ни веры в себя», констатировал председатель директории. «Чиновники пьянствуют, безобразничают, позорят нас. Приходится давать приказы, чтобы их за пьянство ловили, арестовывали и пороли шампалами». Для украинского возрождения, писал академик Вернадский, совершилось почти историческое чудо, дав возможность достигнуть никем серьезно нечаянного благодаря стечению исключительно благоприятных обстоятельств. Но едва ли при условиях, какие есть в стране, может возродиться Украина с чисто украинским языком и культурой. Для этого нет ни одного слоя, который бы поддерживал и был охвачен этой идеей. Удивительно мало кругом веры в силу духовного возрождения Украины и всюду стремление проводить силой то, что может проводиться только жизнью. Я чувствую, насколько вредит движению низкий моральный уровень украинских деятелей. После гражданской большевики разрешили Винниченко вернуться на Украину. Советская власть была рада популярному писателю и политику. Его утвердили заместителем председателя республиканского совнаркома. Но работать с большевиками он все равно не смог и опять уехал за границу. На сей раз уже навсегда. В годы Второй мировой Винниченко, в отличие от Гетмана Скоропадского и его офицеров, сотрудничать с нацистами не пожелал и был отправлен в концлагерь. Когда летом 1947 года советские чекисты, в оккупированной Вене, арестовали владельца небольшой австрийской лакокрасочной фирмы, но обладателя громкого имени Вильгельм Габсбург, и вывезли его в Киев, то для Министерства госбезопасности это было рядовое дело. Чекисты даже не знали, что ставит точку в жизни человека, который после Первой мировой войны вполне мог стать властителем независимой украинской державы. Звали бы его тогда Гетман Васильев Ишеванов. Раскол между восточной и западной частями Украины остро ощущается и сегодня, сказывается историческое наследство. Сто лет назад вообще казалось, что между западными и восточными украинцами непреодолимая пропасть. Украинцы долго были разделенным народом. Одни были подданными Российской империи, другие находились по ту сторону государственной границы. Галиция до Первой мировой войны принадлежала Австро-Венгерской империи. Под властью австрийской короны проживало примерно 4 миллиона украинцев, которых здесь обыкновенно именовали русинами. Когда началась Первая мировая, украинский вопрос приобрел особую остроту. Это было сражение за умы и сердца миллионов людей. Обе коалиции желали привлечь украинцев на свою сторону. Украинцы хотели получить в обмен свое государство. Австро-Венгрия начала разваливаться еще до войны. Поляки, чехи, сербы, все населявшие многонациональную империю народа, страстно желали иметь собственное государство. Престарелый император Франц Иосиф постепенно уступал, сохраняя только фасад империи. «Мы были обречены на смерть», – говорил министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Оттокар Чернин. «Но мы могли выбрать, как мы хотим умереть. Мы выбрали самый ужасный путь». 28 июня 1914 года в эрцгерцога Франца Фердинанда, племянника императора Австро-Венгрии и наследника престола, стрелял 18-летний боснийский серб по имени Гаврила Принцеп. Франц Фердинанд был наследником престола. Женатый на Чешке, он был искренне расположен к славянам. Вообще считал необходимым дать больше прав народам, населяющим Австро-Венгрию, и покончить с приниженностью славян. Империя вела себя достаточно мягко с национальными меньшинствами. Именно во Львове, а не в Киеве, существовало немало культурно-просветительских организаций, которые пытались пробудить национальное самосознание. Поэтому в среде национально-мыслящей интеллигенции зародилась идея. Именно Галиции суждено сыграть роль украинского Пьемонта, итальянской провинции, которая некогда объединила итальянцев в единое государство. Наследник престола Франц Фердинанд проявлял интерес и к национальному стремлению украинского народа. Говорили, что он готов создать украинское королевство внутри Австро-Венгрии. Одна из выходивших во Львове газет назвала его смерть катастрофой для украинцев. Убивать эрцгерцога было не только преступно, но и глупо. Даже тайная организация сербских офицеров «Черная рука», мечтавшая о создании Великой Сербии, и та высказалась против покушения. Но на Балканах эмоции часто берут верх над разумом. Франца Фердинанда убили, а Сербия втянулась в войну, которая стала мировой. В начале сентября 1914 года Австро-Венгрия проиграла сражение под Львовом. Ее войска откатились до Карпатского хребта. Русская армия вступила в Галицию, и появился манифест главнокомандующего великого князя Николая Николаевича с призывом включить эти земли в состав Российской империи. «Достояние Владимира Святого, земля Ярослава Осмомысла и князей Даниила и Романа, сбросив иго, да водрузит стяг единой, неразделимой и великой России. Да свершится дело великих собирателей земли русской. Да поможет Господь завершить дело великого князя Ивана Калиты». Манифест не вдохновил местное население, потому что Российская империя отвергала идею самостоятельной украинской нации. А существовали еще и религиозные проблемы. В Галиции украинцы принадлежали к униатской, греко-католической церкви. Царское правительство униатскую церковь не признавало. В Петрограде желали изгнать из Галиции католичество и унию, вернуть галичан в православную веру. Глава униатской церкви, митрополит Галицийской церковной провинции Андрей Шептицкий обратился к пастве. «Идет война между нашим императором и царем Москвы. Войну ведут за нас, ибо московский царь не мог стерпеть того, что в австрийском государстве у нас есть свобода веры и народности. Он хочет вырвать эту свободу, заковав в цепи. Будьте же до последней капли крови верны императору». Последний император Карл тихо исчез. Он умер на острове Мадейра в 1922 году от гриппа. Австрия больше ни для кого не представляла угрозы. В 1919 году она была похожа на сироту. От империи осталось лишь множество дворцов и чиновников, которых нечем было занять. Один народ за другим объявлял о своей независимости. Чехословакию создал Томаш Масарик, Польшу – Юзеф Пилсудский. Таких ярких лидеров на Украине не оказалось. Западные украинцы тоже попытались образовать свое государство и завоевать независимость. В октябре 1918 года во Львове украинцы, депутаты австрийского парламента и местных собраний, представители культурных и общественных организаций, заявили о переходе власти к украинскому народу. «Вот именно здесь, 1 ноября 1918 года, Украинский национальный совет провозгласил создание Западноукраинской народной республики». Главой Западноукраинской народной республики стал Евгений Емельянович Петрушевич, адвокат по профессии. Еще до войны он был избран депутатом австро-венгерского парламента. Образовали украинскую Галицкую армию. Главнокомандующим назначили генерал-майора Александра Петровича Грекова. Он окончил Академию Генерального штаба, во время Первой мировой войны служил начальником штаба армейского корпуса на Юго-Западном фронте. На территории Западноукраинской республики жило примерно 6 миллионов человек. Слишком мало, чтобы защитить свою независимость. Но у кого искать помощи и защиты? Еще во время мировой войны некоторые видные фигуры во Львове предлагали императору Францу Иосифу создать украинское государство под властью его внучатого племянника, молодого эрцгерцога Вильгельма Габсбурга, третьего сына эрцгерцога Карла Штефана. Его отец претендовал на польскую корону и был полонофилом. Когда сын увлекся украинской идеей, отец от него отрекся. «Пора в тот период была горячая», – вспоминал эрцгерцог Вильгельм. «И каждый, кто имел на то хотя бы малейшее основание, объявлял себя выходцем из любой династии и стремился к любому возможному престолу. Я же никакой борьбы за престол вести не собирался». Вильгельм Габсбург лукавил. Молодой эрцгерцог был весьма колоритной фигурой. В Первом мировой он командовал украинским легионом в составе австрийских войск. В 1918 году стал полковником сечевых стрельцов. Теперь он уже именовал себя на украинский манер. Василий Вышиванный. Принял униадство. Когда немецкие войска вошли на Украину, то весь этот квартал заняли под штаб оккупационных войск. И немецкие офицеры размышляли над кандидатурой Вышиванного. Но он был австрийским ставленником. Поэтому выбрали Скоропадского. Галичане традиционно ориентировались на Вену. Австрийцы хотели удержать украинские этнографические земли в рамках своей империи. Но австрийцы не стали поддерживать эрцгерцога Вильгельма, чтобы не ссориться с немцами. «Если бы принц моего дома принял титул Гетмана с моего согласия, писал император Карл эрцгерцогу Вильгельму, это вызвало бы большие трудности в наших взаимоотношениях с Германией. Хотя мне и желательно, чтобы ты дружественно относился к украинским элементам и завоевывал симпатии украинцев, все же пока не следует предпринимать каких-либо решительных шагов». Австро-Венгерская армия развалилась. Подчиненный Василю Вышиванному украинский легион сечевых стрельцов перешел на сторону Евгения Петрушевича и присоединился к армии Западно-Украинской республики. Эрцгерцог заявил, что будет верным гражданином новой республики. «Прозвище Вышиванный, рассказывал сам Эрцгерцог, мне дали в 1918 году за то, что я носил вышитую украинскую рубаху. Я служил в 13-м Уланском полку, состоявшем в основном из украинцев. С украинцами сжился, перенял их традиции и в то время был таким же патриотом-украинцем, как и все украинцы. К румынам я не хотел, у Деникина мне было нечего делать, поляков я ненавидел, а выход был один – только к Петлюре и Петрушевичу». Современные украинские исследователи уверены, что Вильгельм Габсбург был искренним борцом за национальную идею, что ему понравилась неповторимая красота Карпат, мелодию гуцульских песен и поэтика украинского языка. В ту пору украинофильства Василя Вильгельма мало кто принимал за чистую монету. Его хотели использовать против Гетмана Скоропадского. «Скоропадский был моим политическим противником», – вспоминал Эрцгерцог. «В 1918 году Скоропадский требовал от немцев моего удаления из пределов Украины, боясь, чтобы я не возглавил украинское правительство». Любопытна дальнейшая судьба Василя Вашиванного. После гражданской войны он через Польшу перебрался в Германию. Обосновался в Мюнхене, собирал вокруг себя сторонников создания независимой Украины, которые съезжались в Баварию и проходили боевую подготовку. Это продолжалось до тех пор, пока полиция не задержала нескольких боевиков, признавших, что принадлежат к секретной военной организации, которая борется за независимую Украину. Боевой подготовкой руководили немецкие офицеры. Занимался этим капитан Эрнст Рёмн, будущий соратник Гитлера и руководитель штурмовых отрядов. Василя Вашиванного выслали из Германии. Он жил во Франции. В 1935 году в Париже его заочно приговорили к пяти годам тюрьмы за подделку банковского чека. Не дожидаясь вынесения приговора, Вышиванный уехал в Вену. Здесь основал лакокрасочную фирму. 23 июня 1947 года в Вене сотрудники управления контрразведки Центральной группы советских войск, распортированной на территории оккупированной Австрии, арестовали Вильгельма Габсбурга, бывшего полковника Украинской Галецкой армии. В чем его обвиняли? В 1918 году, являясь командиром группы австро-венгерских войск, в состав которой входил украинский легион сечевых стрельцов, принимал активное участие в оккупации немцами Украины. Впоследствии примкнул к Петлюре. Проживал за границей, поддерживал связи с руководителями украинского националистического подполья Коновальцем и Скоропадским. Сотрудничал с французской разведкой. Организовывал встречи и переговоры между представителями французской разведки и ОУН Бандеры. Занимался активной шпионской деятельностью против советских войск в Австрии. Вербовал для этой цели агентуру. Во время Второй мировой он помогал французам, которые вели подпольную работу против нацистского режима. Но уже шла холодная война, и французы воспринимались не как союзники по антигитлеровской коалиции, а как враги. Так что в глазах советских чекистов это было преступное сотрудничество с французской разведкой. В Киев, где он когда-то мечтал быть человеком номер один, его доставили под конвоем. 20 мая 1948 года министр госбезопасности УССР генерал-лейтенант Сергей Романович Савченко утвердил обвинительное заключение. Профессиональный чекист Савченко возглавил украинскую госбезопасность во время войны. Образование – четырехклассное земское училище. Трудовую деятельность начинал ночным сторожем в отделе продовольственного снабжения. 21 июля 1948 года особое совещание при МГБ СССР приговорило Василя Вышиванного к 25 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Просидел он недолго. 18 августа 1948 года он скончался в тюрьме номер один Управления внутренних дел Киевской области. Диагноз – двусторонний туберкуляш легких. Западные украинцы отправили свою делегацию в Париж, где 18 января 1919 года после разгрома Кайзеровской Германии и ее союзников открылась мирная конференция. Победители страны Антанты переустраивали Европу. На политической карте появилась Польша, которая сразу вступила с соседями в спор за земли. Участники мирной конференции сошлись во мнении, что западная часть австрийской провинции Галиция, центр город Краков, с ее очевидным польским большинством должна отойти к Польше. С восточной Галицией, центр город Львов, дело обстояло сложнее. Здесь поляки составляли всего треть населения. Большинство было украинцами. На конференции в Версале этот регион именовали Рутении, а население – русинами-католиками, чтобы отличать их от православных украинцев. В реальности это были те же украинцы по вероисповеданию униаты. Представлявший Польшу Роман Дмовский, принадлежавший к числу радикальных националистов, доказывал союзникам, что украинцы, населяющие Галицию, не способны управлять собой. Они нуждаются в польском управлении и польской культуре. Роман Дмовский не упомянул, что Польше нужны нефтяносные месторождения рядом со Львовом, Драгобицко-Бориславский нефтяной бассейн. Когда премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж сказал об этом, возмутился глава польского правительства, пианист и композитор Игнац Подыревский. Поляки отчаянно защищают Львов от украинцев и большевиков. Вы что думаете, 13-летние подростки сражаются за чужие земли, за империализм? Решающее слово до Парижской конференции принадлежало троим. Президенту Соединенных Штатов Вудро Вильсону, премьер-министру Великобритании Дэвиду Ллойд Джорджу и премьер-министру Франции Джорджу Климансу. Вудро Вильсон был первым американским президентом, который отправился в Европу. Политические противники упрекали его в том, что он нарушает Конституцию. Даже сторонники Вильсона полагали, что он поступает неразумно, покинув территорию страны. Президент не должен сам заниматься текущими переговорами. Но Вудро Вильсона, ехидно заметил один британский дипломат, влекло в Париж, как дебютантку на первый бал. Среди держав-победительниц отсутствовала Россия. Не могли решить, кто может ее представлять. Ни белые, ни красные не контролировали тогда всю страну. У Вудро Вильсона не было предубеждения против русской революции, потому что он считал, что и Соединенные Штаты сами появились на свет благодаря революции. Он даже говорил, что царский режим был противоестественным, противоречил интересам человека простого. Поэтому, естественно, что у царя отняли власть. И даже когда к власти пришли большевики, он все равно считал, что они сделали неплохое дело. Отняли власть у крупного бизнеса и у правительства и отдали ее простому человеку. Вудро Вильсон считал, что все народы, даже небольшие, имеют право создать свое государство и выбрать себе правительство. Идеи Вильсона были прекрасны. Самоопределение и равноправие наций, приоритет права. Его частенько обвиняли в лицемерии, но это несправедливо. Вильсон искренне верил в то, что делает. Сын пресвитерианского священника, он разделял религиозные убеждения отца. Вудро Вильсон не желал способствовать распаду России. Он был против независимости Украины. Не хотел признавать самостоятельность прибалтийских государств. Не хотел отправлять американские войска в Россию. Он говорил, пусть русский народ сам выберет себе такое правительство, которое ему нравится. Это правительство Соединенные Штаты и признает. Правда, он добавлял, что хотел бы, чтобы это не были большевики. Премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж, решительный человек с репутацией борца за справедливость, хотел, чтобы Россия участвовала в мирной конференции в Париже. Нельзя делать вид, словно такой страны нет. Он испытывал симпатию к русскому народу. Но его аргументы не действовали на французского премьер-министра Жоржа Клемансо, который по праву хозяина председательствовал на конференции. Он не мог простить России сепаратный мир с немцами. Считал, что Россия предала общее дело, оставив Францию на растерзание Германии. Брестский мир открыл Германии доступ к российским ресурсам и возможность перебросить войска на Западный фронт. Действия Ленина, считал Клемансо, освободили союзников от всех обязательств перед Россией. Французского премьер-министра называли Старым Тигром. Его косой взгляд и жесткость относили насчет его происхождения от гунов. Жорж Клемансо был предельно циничен. Человек, который его хорошо знал, сказал о нем – он вырос в стае волков. Отсутствие российской делегации стало особенно заметно, когда речь зашла о судьбе центральноевропейских государств. Как установить их границы без России? Союзники в самом деле не знали, как быть. Передать западноукраинские земли Польше? Или как предпочитали англичане России? А может, Чехословакии? Язык и культура у всех украинцев общие. Теоретически надо дать им возможность объединиться. Но религия и историческое прошлое разные. Восточная Украина была частью Российской империи. Западная – Австро-Венгерской. А в Варшаве не сомневались, что Восточная Галиция, Западная Волынь, Холмщина, Подляшье должны быть польскими. 4 ноября на Западную Украинскую республику двинулись польские войска. В ночь на 22 ноября 1918 года поляки взяли Львов. Сечевых стрельцов, погибших при обороне Львова, похоронили на Яновском кладбище. Преодолевая ожесточенное сопротивление, украинская армия поляки взяли Галицию. И украинские националисты с горечью говорили, что после Первой мировой поляки получили свое государство, а украинца нет. Участники Парижской мирной конференции плохо понимали, что происходит на территории бывшей Российской империи. Дипломаты знали о России примерно столько же, сколько об обратной стороне Луны. Британский премьер Ллойд Джордж знал меньше других. Он считал, что Харьков – это фамилия русского генерала. Он умел слушать, он был внимателен, но ему отчаянно не хватало образования. «Кто такие словаки?» – как-то спросил он. «Я не могу найти им место на карте». 22 января 1919 года объединились два братских государства. Украинская народная республика и Западноукраинская народная республика. Казалось бы, наконец-то появилась Единая Украина. Но у нее было слишком мало друзей и слишком много врагов. Киев обратился к правительствам стран всего мира с призывом установить отношения с Украинской народной республикой и обменяться дипломатическими представительствами. Но союзники были настроены против независимости Украины. Англия и Франция желали сохранения единой и сильной России. «Но без большевиков. Я видел одного украинца», – пренебрежительно сказал Ллойд Джордж. «И не уверен, что хочу видеть еще кого-то из них». «Нам очень трудно вмешиваться», – признался американский президент Вудро Вильсон, не имея четкой позиции по отношению к украинцам и к большевикам. Ллойд Джорджу не нравились попытки Польши захватить эти территории. «Я с отчаянием наблюдаю за тем, как небольшие народы, едва получив свободу, начинают подавлять другие народы». Союзные державы отложили решение вопроса о Восточной Галиции на три года. В Варшаве ждать не стали и просто присоединили эти земли. Европейские политики потом говорили, что в конце концов западные украинцы не прогадали. Под польским правлением им жилось все-таки лучше, чем под сталинским. Во всяком случае, голодомора на Западной Украине не было. Западные украинцы считали, что их предали не только европейские державы, но и киевские политики, когда подписали договор с создателем независимой Польши Юзефом Пилсудским. А сделал это Симон Петлюра, считавший себя вождем украинских националистов. У Кармела власти в Киеве с Карапатского сменил Симон Васильевич Петлюра. Он ровесник Сталина, тоже учился в семинарии в Полтавии, тоже был исключен за участие в Украинской революционной партии. Пробовал свои силы в журналистике, в армии не служил, но пожелал стать военным министром, обосновался в этом здании. В ту пору Симон Васильевич Петлюра был, пожалуй, самым популярным украинским вождем. Оцениваю этого, конечно, по-разному, но полагаю, что Петлюра сильно скомпрометировал украинскую национальную идею. Родители назвали Петлюру Семеном, но он предпочитал именовать себя на французский манер – Симон. У него было плохое зрение, но очки носил только в школе. Считал, что политику, военному диктатору очки не к лицу. Постоянно щурился и, судя по его политической карьере, не всегда отчетливо разбирал, что вокруг него происходит. Петлюра с юности интересовался сценой, но художественному театру предпочел политический. В политике он был очень театрален. После первой русской революции жил в Питере, где работал бухгалтером чайной компании, потом в Москве в Страховом Товариществе России, которое занимало тот дом, где позже обосновится ВЧК. 14 декабря 1918 года, после ухода немецких войск и бегства Гетмана Скоропадского, солдаты Петлюры заняли Киев. В Киеве неукраинское население просто горело ненавистью к украинской власти, вспоминал один из создателей независимой Украины Владимир Кириллович Вениченко. Атаманы наивно думали, что можно заставить неукраинскую буржуазию украинизироваться. В марте 1919 года издали приказ в три дня организовать украинизацию вывесок. Симон Петлюра самодовольно ездил по улицам и радовался украинским надписям над магазинами. Для атаманской и особенно Петлюровской психики этого было достаточно. Лишь бы была показная декоративная сторона. Как только грянула революция в Германии, Россия аннулировала Брестский мир. Наркомат по иностранным делам заявил, советское правительство больше не признает Украину самостоятельным государством. Когда началась революция в Германии, немцам было уже не до Украины. Немецкие войска спешно возвращались домой. Перед украинскими большевиками открылась еще одна возможность с помощью Красной армии взять власть в Киеве. 28 ноября 1918 года образовалось временное рабоче-крестьянское правительство Украины под председательством видного большевика Георгия Леонидовича Пятакова, который родился на Украине. Вместе с ним партийную работу вел его старший брат Леонид. В декабре 1917-го все видные большевики уехали в Харьков, а Леонид Пятаков не успел покинуть Киев. Рассказывают, что его схватила группа украинских офицеров, подчинявшиеся Центральной Раде. Его тело потом нашли здесь, рядом со станцией, когда советские войска вступили в Киев. Судя по всему, он принял мученическую смерть. На месте сердца, писал Георгий Пятаков, была глубокая воронка, просверленная, очевидно, шашкой, а руки были совершенно изрезаны. Как объясняли врачи, ему, живому, высверливали сердце, и он конвульсивно хватался за клинок сверлящей шашки. Командовать вооруженными силами Украинской Советской Республики новое правительство поставило все того же Антона Ваовсеенко. Противостоять большевикам армия Петлюры не могла, потому что, как и всякое крестьянское войско, добившись первого же успеха, она сразу стала распадаться. Крестьяне, взяв Киев, решили, что дело сделано, и двинулись назад в родные деревни. «Из-за Днепра наступали большевики», – писал Михаил Булгаков. «И ждал их весь город не только с нетерпением, а, я бы даже сказал, с восхищением. Потому что то, что творили петлюровские войска в Киеве, в этот последний месяц их пребывания уму непостижимо. Погромы закипали поминутно, убивали кого-то ежедневно. Какие-то простоволосые бабы выскакивали из-под воротин, грозили кулаками в небо и кричали. «Но погодите! Придут, придут большевики!» 4 февраля 1919 года директория покинула Киев. 5 февраля город был взят войсками Антонова-Овсенька. Московские большевики торжествовали. Украина – это мост, через который революция идет в Европу. Но столицей советской Украины объявили Харьков. Там обосновалось республиканское правительство. Большевики действовали так неумело, что вскоре возбудили против себя массовую ненависть. Для русских большевиков украинский вопрос вообще не существовал. На Третьем всеукраинском съезде советов в марте 1919 года, когда кто-то из делегатов говорил по-украински, зал начинал шуметь «Мы не понимаем!» требовал, чтобы говорили исключительно по-русски. Жизнь под большевиками мало кому понравилась. Аресты, бессудные расстрелы. Советская власть рассматривала Украину как огромный амбар, откуда надо черпать зерно, чтобы решить продовольственные проблемы революционной России. И большевики в глазах крестьянина превратились в еще одну чужеземную армию, которая их грабит. В 1919 году произошел мощный всплеск национальных чувств «Украина для украинцев». Это был ответ на диктатуру большевиков, военный коммунизм и акции чекистов. Вспыхнуло большое восстание. Оно носило характер и социального протеста, против тех, кто забирал хлеб, и национального, против чужаков, неукраинцев. По всей Украине действовали крестьянские отряды под лозунгами «Да здравствует советская власть, долу и большевиков». Повстанцы требовали настоящей советской власти, а не той, которую им навязали москвичи. Власть на местах доставалась авантюристам, разбойникам и маленьким диктаторам. Они обзавелись собственными армиями, вооружились пулеметами и броневиками. Самой знаменитой была крестьянская республика Нестора Махну в Гуляйполе. Договориться между собой атаманы не могли. Как гласит пословица, где собираются два украинца, появляются три гетмана. Это предопределило поражение украинской армии. «Существовали без войска, без территории и с врагами со всех сторон», – вспоминал Вениченко. Были моменты, когда под властью украинского атаманско-социалистического правительства было только несколько верст железной дороги, занятой правительственными вагонами, в которых жили правительства, партии, чиновники и войска. Директория живет в вагонах, вокруг которых горы нечистот, мусора, грязи. Министры ругаются, грызутся, жалуются, арестовывают друг друга. Войска нет, только одни штабы и атаманы во главе с головным атаманом – Петлюрой. Целые регионы были охвачены грабежами и насилием. Национальное самосознание пробудилось в самой грубой и примитивной форме – этнические чистки, погромы. «Это был настоящий взрыв национал-социализма на крестьянской почве», – считают современные историки. Ненависть деревни обратилась на всех представителей новой власти, которая держалась только на поддержке Москвы и чуждых крестьянину городов. Почвой для этой ненависти послужило превращение государства в чистый аппарат насилия над деревней. Советская власть, большевики, которые разместились в этом дворце, ответили жесточайшим террором. Брали заложников, расстреливали, сжигали непокорные деревни. Стоит ли удивляться, что население с такой радостью встречало приход белой армии? В июле 19-го перешли в наступление вооруженные силы Юга России под командованием генерала Антона Ивановича Деникина. Это было время наивысших успехов белого движения. В сентябре войска Деникина вошли в Киев. Улицы были запружены радостным праздничным народом, вспоминали очевидцы. Офицеры изредка говорили речи, благодарили за то сочувствие, с которым их встречают, скромно просили прощения в том, что так долго заставляли себя ждать. Академик Вернадский писал одному из друзей. Я прожил в Киеве гетманско-немецкий период, директория Вениченко, большевиков, и теперь, надеюсь, уже более прочный период добровольческой армии, возрождающейся России. Я очень верю, что это уже начало нового, может быть и очень тяжелого, во всяком случае не будет того рабства и тех несчастий, которым привел социалистический строй. В Киеве мы испытали при нем в 20 веке рабство. Но одолеть советскую власть Антон Ивановичу Деникину оказалось не под силу, а украинцы его не поддержали, потому что белые и слышать не хотели о национальных устремлениях украинского народа. Даже слово «Украина» не употребляли. Предпочитали говорить «юго-западный край». Белые стали отступать, и в декабре 1919 года Красная Армия опять вернула себе главный город Украины. А что же сторонники украинской национальной идеи? Главного союзника, крестьянина, они потеряли. Крестьянская энергия быстро истощилась. Крестьянин не мог долго воевать? Ему надо было работать на земле? Это памятник офицерам армии Украинской народной республики. Головным атаманом, то есть главнокомандующим, назначил себя Симон Петлюра. Поскольку для него врагами были и белый, и красный, он обратился к единственному возможному союзнику – к Польше. Полякам повезло больше, чем украинцам. Они создали свое государство и добились международного признания. Но глава Польши Пелсунский хотел раздвинуть границы своего государства. А Петлюра был готов на все, лишь бы создать независимую Украину и вернуть себе власть в Киеве. Утром 7 декабря 1919-го на Варшавский вокзал прибыл Петлюра, пишет его биограф. Он шагнул из вагона измученной, еле державшейся на ногах, совершенно подавленной, запачканной грязью потрепанной одежде. В Бельведерском дворце его принял глава Польши Юзеф Пелсунский. Польша 22 апреля 1920-го года признала независимость Украины и власть директории во главе с Петлюрой. В обмен Петлюра уступил Польше Восточную Галицию, Западную Волынь и часть Полесья. Кроме того, Украина обязалась снабжать Польшу продовольствием, Польшу-Украину – оружием. Пелсунский не хотел, чтобы Польша имела общую границу с Россией, боялся. И у него возникла грандиозная идея Восточной Федерации. Польша берет под свое покровительство Украину, Белоруссию и Литву и тем самым отгораживается от России. Нарком по иностранным делам Георгий Васильевич Чичерин докладывал Политбюро. «Польское правительство собирается потребовать от нас независимости Украины. Или мы должны отказаться от Украины, или в результате борьбы за Украину поляки пойдут на Москву. Или же надо локализовать борьбу путем немедленного отделения от нас красной независимой Украины». Украинская армия перешла под польское командование. 7 мая объединенные украинско-польские войска вошли в Киев. Передовые части просто въехали на трамваи. Симон Петлюра приступил к формированию правительства, но они с Пилсуцким сильно просчитались. Во-первых, на Украине поляков встретили враждебно. И во-вторых, они, конечно же, недооценили боевой потенциал Красной армии. В Киев отпраздновать победу приехал сам Юзеф Пилсуцкий. Но польские войска продержались всего полтора месяца и были выбиты из города наступавшей Красной армией. Когда Виктор Ющенко был президентом, он распорядился поставить здесь памятник Симону Петлюре. Вон даже памятная доска на стене дома красуется. Распоряжение не выполнено. Я думаю, потому что даже поклонники национальной идеи не могут забыть, что Петлюра, во-первых, привел в страну иностранные войска поляков. Во-вторых, согласился с тем, что западноукраинские земли станут польскими. Гражданская война завершилась полной победой большевиков. Но крестьянские восстания продолжались. И у большевистских вождей не было ощущения, что они покорили Украину. Многие украинские политики и историки считают голодный мор на Украине в начале 30-х годов актом геноцида. То есть сознательного уничтожения Москвой украинцев. Есть ли основания для таких оценок? Большой голод стал прямым следствием сталинской политики коллективизации раскулачивания, что подорвало производительные силы деревни. Зерно нужно было для того, чтобы расплатиться с огромным внешним долгом. Чекисты по всей стране отбирали у населения валюту и золото. Продавали за границу музейные ценности. Но расплачиваться было нечем. Единственный экспортный товар – зерно, которое гнали за границу. В те месяцы, когда люди умирали от голода. Крестьяне не хотели умирать, не отдавали хлеб, и государство объявило им войну. Сталинское руководство заявило, что хлеб в деревне есть, но враги его прячут. Власти фактически действовали, как шайка разбойников, которая вторглась в чужую страну, отмечает известный историк Олег Хлевнюк. Многочисленные документы, которые открылись в последние годы, рисуют ужасную картину насилия над деревней. У голодающих крестьян отбирали последнее имущество и выгоняли из домов. Сталин считал, что хлебозаготовкам мешает заговор петлюровцев, которые сохранили в подполье свои кадры. Они и саботируют хлебозаготовки. Именно украинские крестьяне восстали против колхозов весной 30-го года. Сталин считал, что крестьяне ведут очередную войну против советской власти. Антикрестьянские настроения вождя усиливались страхом перед активизацией украинского национального движения. Украинские крестьяне, отмечают историки, находились под двойным подозрением и как крестьяне, и как украинцы, в то время как русские крестьяне находились под подозрением только как крестьяне. На Украине просто не было того количества хлеба, который Сталин распорядился собрать. Но вождь ничего не хотел слышать. Он требовал ввести хлебозаготовки любыми средствами. Он хотел получить свой хлеб. Пишет Олег Хлевнюк. И Сталина не интересовало, сколько крестьян в результате реквизиций умрет от голода. Крестьянство рассматривалось как реакционная и в силу своей многочисленности крайне опасная сила, препятствие на пути социалистического строительства. Класс, исторически обреченный на вымирание. Вот почему государство не оказало голодающей деревне даже минимальную помощь. Но не только на Украине. В распоряжении историков нет документов, свидетельствующих о том, что хлеб забирали специально для того, чтобы уморить украинцев. Такой же катастрофе изъятие хлеба обернулось для Казахстана. Но понятно, почему возникло такое предположение. Голод на Украине был страшный. 12 марта 1933 года киевские чекисты информировали центр. В ряде случаев людоедство переходит даже в привычку. В пораженных людоедствам в селах с каждым днем укрепляется мнение, что возможно употреблять в пищу человеческое мясо. Это мнение распространяется особенно среди голодных и опухших детей. В мае 1933 года местные органы госбезопасности и прокуратуры получили секретное письмо ОГПУ, Союзной прокуратуры и Наркомата юстиции. Ввиду того, что существующим уголовным законодательством не предусмотрено наказание для лиц виновных в людоедстве, все дела по обвинению в людоедстве должны быть переданы местным органам ОГПУ. На Украине массовая коллективизация и реквизиции хлеба вызвали волну крестьянских восстаний. В 73 сельсоветах восставшие крестьяне просто свергли советскую власть. Особые отделы, органы госбезопасности в вооруженных силах фиксировали пугающий рост недовольства среди красноармейцев. В частях Украины отмечается национальная рознь между украинцами и великороссами. Имеются шовинистические группировки, агитирующие за незалежную Украину и стремящиеся дискредитировать парт работников, комсостав и советскую власть. В Москве были крайне обеспокоены масштабами крестьянского недовольства на Украине. Ощущали шаткость своей власти. Боялись соседней Польши, которая в Гражданскую пришла на помощь независимой Украине, и две армии воевали вместе. Сталин писал своему ближайшему помощнику Лазарю Кагановичу. Если не возьмемся теперь же за выправление положения на Украине, Украину можем потерять. В украинской компартии 500 тысяч членов. Хе-хе. Обретается немало, да немало гнилых элементов, сознательных и бессознательных петлюровцев. Наконец, прямых агентов Пилсудского. Как только дела станут хуже, эти элементы не замедлят открыть фронт внутри и вне партии против партии. Сталин видел опасность не там, где она была. Агентов Пилсудского на Украине не было. Но мысль о том, что Москва сознательно угнетает украинцев, будоражила национальные чувства. А все-таки жаль, что мы не сумели создать свое государство. И эти настроения еще дадут о себе знать. Вместе с армией Петлюры Украину покинуло около 40 тысяч человек. Из их числа уже в эмиграции возникла организация украинских националистов, которую возглавил бывший командир сечевых стрельцов полковник Евген Коновалец. А когда его убьют, на смену придет Степан Бандера. В организацию украинских националистов вошли люди, которые придерживались радикальных взглядов и взяли на вооружение методы террора. Продолжение следует...